Заканчиваем знакомство с Мит Джонни. Беглое знакомство. То есть эти три урока лишь про то, как начать. Разобраться с тем, как общаться с сетью и получать необходимый результат – это задача не нескольких уроков, а целой жизни. А точнее всего человечества в ближайшие 200-300 лет. Потому что то, что сейчас происходит – это чудо. Почему так считаю – объясню в конце. Итак, вот такой результат мы получили по запросу мужчина в старом городе на фоне моря и, как и обещал, покажу ряд ресурсов, которые помогут вам составить запрос. Например, вот. Ссылки оставлю в описании. Вот это все – это теги, которые, как выяснили опытным путем, сетка понимает и пытается внести в изображение. Например, вот. Стилизация рисунка. И вот это все – это теги стилизации. Вставляя их через запятую вы можете получить примерно такой результат. Или вот. Другой ресурс по стилизации под фотографию. Я думаю, что это стилизация пленки. Можете себе представить, сколько сотен тегов собраны по меньшей мере на этих двух ресурсах. Поэтому я бы советовал вам первое время использовать комбайны. Например, вот. Это Promptomaniacom. Тут я уже чего-то на создавал. Сейчас поудаляем. Вот так у вас будет. Вот сюда вы вставляете запрос. Он его сразу преобразует в команду для Мид Джонни. И дальше. Тут у вас все будет закрыто. И дальше вы выбираете теги. Вот, например, Film Type. Причем можно смотреть на примере лица, сферы или пейзажа. Выбираем кодек Gold200. И он также добавляется в запрос. Ну и далее категории. 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 Ну, в общем, понятно. Каждая кнопка здесь — это тег или категория тегов. Art Medium. Pastel. Добавим Pastel Art. Все теги есть у вас в запросе и вот так вот наглядно здесь в виде превью. Можно что-то удалить. Удалится также из запроса. Ну и далее категории. Категории. Ну, в общем, кошмар. А это размер изображения. Поставим 16 на 9. Видите, сразу добавляет в запрос. Итак, запрос у нас есть. Давайте добавим еще и фотографию в качестве референса. Вам нужна ссылка на фото и самое простое — добавить ее просто в Дискорд. Вот такой вот я на фоне моря в старом городе. Открываем фото, копируем URL и вставляем вот сюда. Он его вставляет сразу в запрос. Ну, понятно, что вы и сами можете это сделать. Просто после Prompt вставляете URL. Копируем и идем в Meet Johnny. Вставляем. Вроде все нормально. Добавить только надо всякие ультра-реалистики, как в первом запросе. Пошла песня. Ну вот. Кстати, чтобы не прыгать по чату, посмотреть на ваши сообщения можно вот здесь. По умолчанию тут не прочитанные, а включив упоминание вы переходите к своим сообщениям. Вот такой результат мы получили. Смешно. Не очень похоже на фото, но фото и не является основой генерации. То есть он не работает с фото, как бы добавляя в него элементы, а использует его как референс. Да даже не референс, суть по результату, как какой-то фантом. Что-то, что как-то на него повлияет. Но можно попробовать немного поднастроить сеть, и для этого существуют веса. В основе работы нейросети вообще лежат веса, кстати. Берем тот же запрос и добавляем параметр IW. Вес изображения. По умолчанию, насколько я понял 0.25. Поэтому поставим 5. И уже ясно, что он очень по-своему воспринял это фото. Я говорил, что он его не копирует, добавляя элементы. Но все-таки можно уже угадать, что на фото он смотрел. Тут я примерно в том же месте, а тут я даже немного похож на себя молодого. Но результат, конечно, далек от совершенства. Кроме веса исходной фотографии можно расставлять веса тегов. Ну то есть слов в запросе. Делается это через двойное двоеточие. По логике веса не должны превышать единицу. Но почему-то во всех примерах, что я видел, ставят 2, 3 и так далее. Короче, с этим надо экспериментировать, а я пока не погонял Мид Джонни в режиме 24 на 7. Тут вообще ничего не получилось. Давайте возьмем какой-то простой пример. Израсходую свои последние бесплатные попытки. Стол и яблоко. В первом случае яблоку дадим вес 3, столу 0,5. Во втором строго наоборот. Ну и вот результат. Тут яблоко много, стола мало. Точнее его вообще нет. Судя по всему он попытался как-то их совместить, потому что я не сказал, что яблоко на столе. Почему правда получилась хрюшка, я не понимаю. А вот запрос, где у стола вес больше. Здесь он наоборот яблоко выкинул. Но только вот тут оно присутствует. Да и то какое-то странное. Да. Ну что сказать. Почему я считаю, что это чудо? Объясню в привычной мне терминологии. Бог создал человека, наделив его творческой энергией. Умение и стремление творить поднимает человека над животным миром. Человек приблизился к созданию субчеловека. Но функции его были исключительно утилитарные. Анализ изображений, искусственное зрение и так далее. И вот нейросеть начала творить. Я думаю появление искусственного интеллекта будет связано в том числе, а может быть в первую очередь, с тем, что нейросеть захочет творить сама по себе. Не по заказу. Но вот тогда-то все и начнется. Все любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.